Я пастор Игорь Осипов из Кривого Рога, веровал в 1998 году. И через время я встретил свою двоюродную сестру в Киеве, которая забрала в себе жизнь моего деда. Дедушка у меня был православным священником-одиаком. Он родился еще в 19 веке, в конце этого. И прожил 96 лет. Пережил и белую армию, и красную, и немцев под Курском. И все время служил Богом. И вот сестра моя, которая забрала в Ногинске под Москвой, рассказывала такую историю, что когда они забрали в себе, когда он уже был старый, она рассказывала, что каждый вечер дедушка очень сильно плакал. И когда приходили, к нему спрашивали, папа, ну что ты плачешь, ты ж в тепле, тебе накормленный, ты ж ни в чем не нуждаешься. Но он ничего не говорил, а просто отворачивал свою подушку, плакал. Мы наволочку меняли, вся наволочка мокрая. У него было восемь сыновей и одна дочка. И вот эта дочка как раз забрала его к себе. И никто не уверовал при жизни, все поумирали, все были такими светскими грешниками, начальниками. Отец у меня шахтер был там, другие. То есть были благословенные, но не знали Бога. Да, но не знали Бога. И вот когда я уверовал это, я встретился с ней где-то в 2003 или 2004 году, она в Киеве, и она мне рассказала это. А в 1998 году, когда я уверовал, я молился, был в трехдневном посту, и я увидел, как вроде бы небо отверглось и улыбку своего деда. Я тогда испугался очень сильно, потому что он был младенцем, и не мог подкрепить это Слово Божие. Но спустя время я читал послание к евреям, 19 глава, что облако свидетелей наблюдает. Аминь, аминь. И я понял, что это как бы Господь показал, открыл, что небо радуется от того, что я хожу, то есть я уверовал в Иисуса Христа. Это было в 1998 году, а сестра мне двоюродная рассказала где-то вот эту историю в 2003 или 2004 год в Киеве, я точно не помню, я уже учился туда в магистратуре, и она мне рассказала эту историю. Что я хочу сказать, что Бог верный, и Библия решает, но милость она до тысячного рода. И нужно молиться за своих родных и близких, и не смотреть. Может быть мы сразу не видим результата, но через время мы увидим плод. Бог верный. Аминь, аминь, аминь. Бог верный. Он открылся, Моисей сказал, я есть Господь, Бог верный. Аминь. Пусть Бог благословится. Да, слава Богу. Братья, слышали, да? Хорошее свидетельство, мощное такое. И я вообще в Кривом Роге уже не первый раз, и слышал уже разные свидетельства, но вот это меня подросло очень сильное сейчас свидетельство. Вот мы здесь после служения, между служениями сейчас пиццу едим, очень классная вкусная пицца, общение классное. Но вот свидетельство это было прямо то, что нужно как раз было. Изюминка такая вот. Пусть Бог благословит всех. Аминь. Аминь.